Приветствую всех! Сегодня поговорим об очень интересном и как всегда необычном универсальном металлообрабатывающем станке производства Франции. И взглянув впервые на данное чудо инженерной мысли вы увидите вполне незамысловатый токарный станок. А если я скажу, что это тот же агрегат? Ну вы уже поняли, что речь пойдет о трансформере 50-х годов, разработанной Вивесом Антуаном и предназначенной для использования в мастерских, где мало места. Хочу сказать, что было выпущено не так уж и много экземпляров, всего 4000, и каждый из них имеет свой порядковый номер. Собственно, станок носит название Xiaomi Kovema TC5. На первый взгляд, станок конструктивно достаточно простой и логичен. Однако в нем собраны очень интересные решения. Состоит из неподвижного опорного чугунного стола по форме напоминающий ботинок, и подвижной станочной станины, которая может принимать вертикальное положение, вращаясь вокруг достаточно массивного штифта, расположенной по середине станины станка. Данная трансформация может быть осуществлена, раскрутив 4 болта, которые вполне устойчиво фиксируют станину в горизонтальном положении. Для облегчения процесса превращения токарного станка во фрезерный и обратно, в неподвижной ножке станка находится тяжелый противовес, который соединяется со станиной при помощи роликовой цепи. Для придания жесткости станка в вертикальном расположении станины устанавливается еще один упорный кронштейн. Станина имеет плоские направляющие, кстати. А если говорить о задней бабке, то она вполне обычная. Особый интерес вызывает суппорт станка, ведь он выполняет не только функцию подвода резца к заготовке в токарном исполнении, но также и подъем станины во фрезерном. Ручное продольное перемещение осуществляется путем вращения самого большого маховика на фартуке суппорта, тем самым крутится маленькая шестеренка относительно статичной зубчатой рейки. Для автоматического продольного перемещения у станка имеется ходовой вал, а для нарезания резьбы выше располагается ходовой винт с разрезной гайкой и рычагом для ее замыкания на фартуке. На каретке также, кроме винта для поперечного перемещения резцедержателя, находится и вполне необычная шестеренка, которая выходит за пределы фартука и служит для передачи крутящего момента на специальный стол. Последний крепится к каретке четырьмя болтами на Т-пазы. Прикрепленный фрезерный стол имеет собственный винт и рукоятку для продольного перемещения стола. Автоматическая подача данного стола в продольном направлении осуществляется при помощи вышесказанной шестеренки, вращение которой включается прокруткой необычного эксцентричного рычага на поверхности фартука. Таким образом, у нас получается автоматическая подача по двум координатам. Фрезерный стол имеет вполне обычные Т-пазы для крепления оснастки. И вот сейчас у тех, кто внимательно смотрел и слушал, должен появиться вполне логичный вопрос, ведь у фрезера плоскость стола должна быть перпендикулярна плоскости станины. И вот для этого в комплекте есть вот такой массивный кронштейн, который крепится одной плоскости к суппорту, а на другую фиксируется фрезерный стол. Крутящий момент при автоматической подаче фрезерного стола передается посредством двух шестерен на боковой поверхности кронштейна. Передняя бабка также не вполне обычная, так как она вместе со всеми механизмами станка может подниматься на нужный уровень относительно станины. Для этого есть специальный вент с рукояткой. Данная функция нужна во фрезерном исполнении станка. Крутящий момент от двигателя на полтора киловатта передается на коробку передач с двумя рычагами для перебора через шкивы для клиновидного ремня. Двигатель имеет достаточно интересный механизм натяжения. Далее из коробки передач также посредством ремней момент передается на шпиндель, на котором кроме оригинальной формы шкива есть и две шестеренки разного диаметра. Последние передают крутящий момент на шестеренки гитары. А вот последняя уже крутит первичный вал коробки Нортона, на которой кроме рычага для перебора скоростей есть и рычаг для включения повышенных и пониженных передач. Таким образом получается весьма обширный диапазон скоростей подач для ходового вала и ходового винта, которые собственно и являются конечной точкой крутящего момента. На передней поверхности всей этой конструкции располагается также и рычаг трензеля, с помощью которого выбирается направление вращения шпинделя. Самые внимательные зрители могут заметить проблему, которая может возникнуть со смещением осей ходового вала и винта относительно коробки подач при поднятии передней бабки. И в данном случае проблема была решена вот таким образом. На ходовом винте есть муфта, которая может быть выведена из-за цепления с валом коробки подач, так как во фрезерном расположении ходовой винт не нужен. Для этого нужно лишь отодвинуть стопор, который держит муфту за вцеплением. А вот ходовой вал должен работать всегда, так как при его помощи осуществляется автоматическая подача фрезерного стола. И поэтому он соединен с валом коробки подач посредством шарнира с телескопическим механизмом, что обеспечивает его устойчивую работу при поднятии передней бабки на любую высоту в рамках длины винта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо всем огромное за внимание. Всем пока!